Муглянка Муглянка собирает виноград Я бледнею, я краснею Захотелось ей сказать Встанем над рекою Сорьки летние встречать Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый Резной Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный Раскудрявый 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 Вот это драка была. Думал, каюк. Как аппарат? Мирова. Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки, хвостом помахал, только и видел. Слушай, ты почему так оторвался далеко? Да понимаешь, показалось, заклинило пулеметы. Ну, давай заправляться. А он ли он в виражике тянет, тянет, тянет? Товареники же стынут, товарищ. С вишнями? Да нет, с врагом. Товарищ командир, задание выполнил. Садист, что видел? Видел, как дымил один здорово, а вот как падал не видел. Не то. Разрешите? Ты что видел? Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули. Не то. Ванос, что видел? Нас сажали четыре фокера. Но мы все же выкрутимся и к вам. Я сбил. Я сбил. Я сбил, товарищ командир. Ай-ай-ай-ай. Что ты натворил? Придется родителей к директору вызывать. Завтра. Точно. Честное слово сбил. С испугу, наверное. Поздравляю с первой победой. Но, между прочим, Иван Федорович, сбивать самолеты противника это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну да. Не подсказывай. Привет, вторая. Дай молочка попить. Живой? Лапку подломал? Живой. Десять пробоин, бак вырвало. А у меня ни царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э, нет. А воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Командир, насчет зелени у нас в Сибири... Ну, зачем дорогой Сибирь? Приезжай по курьями. Ты там посмотришь, что такое зелень. Там в горах... Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цхеницхаль видел? Поехали. Тихо. Жаворонок. Тихо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Первую дай! Дай первую скадрилью! Первую скадрилью дай! Товарищи, лёточки прошу не расходиться. Потом. Капитан Дементьев, ко мне! Дай первую скадрилью! Потом, потом! Товарищ командир, прибыло пополнение. Что будем делать? Поднимай третью. Я первый-девятый. Я первый-девятый. Отзовись. Нет, эта рация слабоватая. Не потянет. Слабоватая, слабоватая. Да стань сильную! Так это в дивизии. Так вырви в дивизии! Держи связь, а не балалайка. Маэстро, отзовись. Маэстро, я первый. Маэстро, отзовись, я первый. Маэстро, отзовись. Маэстро, отзовись. Командир, чудес не бывает. Уже 30 минут прошло, как у него кончилось горючее. Может, займемся пополнением? Их надо распределить по эскадрильям. Живых к живым всегда распределить успеем. Товарищ гвардии майор, в дивизии выпросил новую комедию Джордж из Дзинки Джаза. Дали нам, а 125-й полк перехватил. Это доложим грабеж. Что перехватил? Из Дзинки Джаза. Какого Джаза? Из Дзинки. Марш! Почему все на КП торчите? На ужин всем. А тебе что, особое приглашение нужно? Это ты, Сергей. Он приказал мне уводить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного. Не казни себя. Приказы надо выполнять. Знаю. Иди на ужин. Ветер завтра будет. Наверное. 47 минут. Мне надо штуцер поменять в движке. А кладовщик не дает. Пожалуйста, прикажите ему. Ты бы все тянул, дотянул своему, Алешке. Так весь полк без запчастей оставим. Ладно, скажи, что я приказал. Джордж из Дзинки Джаза привезли. Ко мне они говорят. Ладно тебе. Ладно тебе. Будет. Да. Свободна? Занято. Разрешите? Сказал, уже занято. Слушай, пойдем. Мерсери! Макарыч, принимай аппарат, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже нет. А я для нашей девятки что цера выбил? А девятка тю-тю. Все прилетели? Так чего ж ты мрачный? Девятку жалко. Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили, новенький. Здорово, батя. Здорово, черт везучий. И парашют тю-тю. Все, все, вторая репетировать. Пошли. Все, кто отличает ноту до от ноты фа, за мной. Ох уж эта самодеятельность. Личный состав должен отдыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Как аппарат? Что с пушкой? Позовооружейника была в порядке. Товарищ командир, задание вып... Потом. Почему вышел из боя? Опять заклянило? Заклянило. Подавай в трибунал, командир. Алешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Все, до железки. Ну ладно. Ладно, Макарович. Что, пощипали? Хуже. Вы что, не ужинали? А ты что, озверел? Тяжело в учении и легко в бою. Тоже мне, маэстро нашелся. Спокойно. Сначала и... О, это такая собака, что... А потом, когда пришли в село, то всех собак перестреляли. А этого Люба так ховали, так ховали, что он совсем гавкать не умеет. Добрый вечер в вашей хате. Картопли дасты? Сидайте. Як звуть все, волкодава? Як вас. Алешка? Ах вы! Эй, вы, косите огонь! Солдат. Я? Ты сменился? Так точно. Давай, ребята. Отведи ребят в столовую, пусть накормят. Есть. Пошли, ребята. А приходуем? Обойдемся без подогрева. Ясно. Серьезный, значит, разговор намечается. Что с тобой, Сережа? Ты же истребитель. Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель, Леша. Все. Я трус, командир. Серега? Помолчи, Леша. Помолчи. Сломался я. Ты поныри, помнишь? Болтуны. Привыкли говорить, немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, чтоб плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Отчухался на земле. Ягд догорает. А у меня перед глазами черешня цветет. Работаем на износ, Серега. Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательно с боя выходил. Машину чувствую, руки на месте. Рвусь в бой. А как? Вспыхнет. Очнулся. Бой черти где. А я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Подавай в трибунал, командир. Вот рапорт о списании. Куда? В пехоту. К чертовой матери. Штрафбат. К чертовой матери. А кто ж сбивать Бубновых будет? Я с желторотиками, да? Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь, знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Ну ладно. Хозяин чаем не угощает. К делу. Давай карту. Садись. Ты себе планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить? А в бою сапог надежный. Ну, кто в бою. Так. По сведениям партизан противник перебрасывает к нашему плацдарму большую группу танков. Сведения не проверены. Так что лети, ходи по крышам, заглядывай в стволы зениток, а танки обнаружь. А вы знаете, давайте я над трофеей суетаю. На мессере? Свои же могут хлопнуть. Да, а там я зато пройду как у себя дома. Ну, а что, это мыслить. О своих мы предупредим. Прощупай вот этот лес, заходить будешь со стороны противника. Ясно. Выйдешь у Некрасовки. Ну, только смотри, без фокусов. Я тебя знаю. никуда не влезать, себя не обнаруживать. Задание ясно разрешите выполнять. Вернуться живым. Есть. Успеха. Ну, что, Иван, пойдем проверим пополнение. Василий Васильевич, может, чаек готов? Чайку? Чаек, да. Ты что ж, Домашек, пока мы будем тут чаи гонять, с полосы успеет убрать разбитый самолет? Слаба. Да выключите его, чертовой матери! Показывай! Кругом! Черт твоей матери, чтоб я тебя не видел! Я на задание. Этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота. Я? Именно ты. Не знаю, товарищ командир. Кузнечиков ловит. От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Кузнечик. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. Такую погоду. Макарыч, в ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малохольные. Нет, нет! Нет, ты не такой! Отвинтаж! Есть, отвинтаж! Есть! Отвинтаж! Время! Деревень! Вод идет, а? Такую погоду. Что положено Юпитеру, не положено. Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать? На сегодня дров достаточно. Учить им отчасть. Дай, друг, на счастье лапу мне. Да не унывай, Кузнечик. Пока подежуришь, АКМС-ка отойдет. Скажи спасибо, что этим окончилось. Шекспир по этому поводу сказал, откуда он взялся. Начальство, наверное. О, солдатская заповедь. Подальше от начальства, поближе к кухне, потопали. Ребята. Простите, это почта? Или военторг? Ай! Заблудились, девочки? Ой, собачка. Здороваться надо, мальчики. Здравствуйте. Идем. Существенное замечание. Товарищи летчики, ставлю всем на вид. Ясно, командир? За мной. Раз, два, взяли! Ну? Пардон, извините. Это дело мужчин. Иван, работай. Есть. Работай. Взяли? Ну? Ну, ладно. Где здесь продеваются нинки? Какие нинки? Ну, это ведь летающая швейная машинка? Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете. Простите. Ничего. Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну, ничего. Когда-нибудь мы тебе поставим памятник. Спасибо. Не стоит. Вы москвичка? Да. А, соседи. Первая эскадрилья ко мне. Из соседнего полка ночники прибыли. Как долетели? Кстати, Петя. Очень приятно. Хорош. Привет, боевые подруги. Что у вас, девушки? Бензопровод перебила. Бензопровод? А, между прочим, наши механики вашу этажерку в момент. Кстати, Петя. Спокойно. Не верите? Я вам хочу сказать. Между прочим. Это гости второй эскадрильи. И лучшие механики находятся здесь. Как и наше традиционное гостеприимство. Так что гуляй, Вася. Мессер. Мессер. Спокойно. Это свои. Это маэстро. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка. Ибо все приходящее, а музыка вечно. И как сказал Шекспир в восемнадцатом сонетте... Здрасте, мальчики. Здрасте, девочки. Так что сказал Шекспир? Да. И не в восемнадцатом, а в девятнадцатом. В девятнадцатом сонетте Шекспир сказал, Гуляй, Вася. Потопали. Эй, ораторы! Ну и дисциплинка. Куда же вы без разрешения старшего, тем более из собственной хаты? Где же ваше традиционное гостеприимство? Истребители. Да, товарищ первый, подтвердилось. Обнаружили. Там, где мы и предполагали. Нет, нет, точно летал. Сколько раз летал? Четыре раза летал, по головам ходил. Четыре раза летал? Наглец. На белом коне. Генерал такой сидит. И погону успел рассмотреть. Вылетаем немедленно. Низковато шел. Василий Васильевич, поехали. Первый ждем. И провожаем. Ну, спасибо. А ты, маэстро, готов к дырочку. Ну, Валя, давай мы батиного Казбека. Ты знаешь, по-моему, Прохоровка у меня есть на аэрофотосъемке. Сейчас пойду в лабораторию и проверю. По-моему, точно есть. Ну, как хозяева принимали? Сиди, сиди. Да нормально. Но наглецы. А все ты мне, милый друг, доложил? Все. Ну, табак хороший. Хороший. А дальше? А ты представляешь, как в оперете. Танки. А вот этот на белом коне так не ручкой. Ну, ты... Ну, я разочек махнул. Слушай, ну, надо же было наказать. Это не 41-го. Тебе было приказано не раскрывать себя. Так хрен с ним. А что же он как на белом коне еще так... Я тебе эту белую лошадь еще вспомню. Разрешите, иди так. Вот так и пойдешь сам? Не понял. Ну, а и люди пошли. Не пригласишь моего друга и командира. Куда? Да сейчас же весь полк рвется. Во вторую эскадрилью. Разрешите? 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 Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот... Понял. Понял. Бабушка, пойдемте танцевать. Так, куды там? А что мы сейчас с вами такую парню врежем? Так они ж не танцуют. Слушай, а чего это мы с тобой не танцуем, а? Мы с тобой свое танцевали. По-моему, еще в Испании. Разрешите? Разрешите, товарищ командир? Видал? Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Ну, орлы. Да. Все сюда. Все это красиво, но это общепотребительская кооперация. Кому что нравится. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии. Занавес. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири. Край суровый, могучий. И песни такие же. Ревела буря гром, гриме. Воно. Грузия. Горы. И ритм такой кавказский. Воно. Воно. Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сель ездили. На чумацкий шлях поглядаючи. Млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, лузи, лузи, червона кавына. Ну, вы понимаете, что это не вокал. Это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста, первого украинского, бывшего ранежского, будущего солиста Большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ничьяка месячна. Командир. По техническим причинам отменяется. Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен. От винта. Когда летом на развете Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я влебнею Захотелось, друг, сказать. Станем над рекою Зойки летние встречать. Распудрявый Клён зелёный, лист везной Я влюблённый И смущенный пред тобой. Клён зелёный, да клён пудрявый Распудрявый Везной. Распудрявый Клён зелёный, лист везной Я влюбленный и смущенный пред тобой Лен зеленый, как лен пудрявый Раскудрявый резной А с муглянком молдаванка Отвечала парню лад Партизанский молдаванский Собираем мы отряд Нынче рано партизаны В дом покинули родной Ждет тебя дорога к партизанам Раскудрявый клен, зеленый лист резной Здесь у клена мы расстанемся с тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клен, зеленый лист резной Здесь у клена мы расстанемся с тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый резной Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Обращайтесь. Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое? Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Красный парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Товарищ командир полка. Докладывай. У два готов. Спасибо. Заводи. Есть. Ну вот и все. А все-таки ему левую. Перестань. Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошлю. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершили, но то, что эта девочка на войне, это... Краски не хватает. А как у вас? Может пригодится? Краску оставь! Нет там никаких танков. Я капитану Титаренко верю как себе. И я верю. Ну, штурмовики летали, соседи работали пусто. Танков не обнаружили. Поэтому они до сих пор не гвардейцы. Ну ладно, ты, гвардеец, не лезь в бутылку. 150 танков, не коробка спичек. Куда их денешь? Ну, скоро он там сядет. Вторую. Как только... Да перестань жевать. Как только сядет Титаренко, сразу ко мне. А твой вузбреченок цепкой. Подожди, он еще солистом будет. Поживем, увидим. Ну, что они делают? С ума сошли, что ли? Отвернуть! Титаренко, отвернуть! Он что? Чертнутый солист твой? Девятый на посадку. Уже! И не холодно. Цолист идет. Товарищ командир, на лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание. Ладно, споемся. На виражах слабовато. Старикам перекур пять минут. Желторотики ко мне. Муглянка! Я, товарищ командир. Ну что ж, молодежь, завтра в бой. В первом бою для вас главная задача удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержаться за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку, сожрут, чертовой матери пеняй на себя. Для начала запомните три нельзя. В бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя. Кузнечик. Я. Иди к командиру. Настроение. И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным. Куда пошлют. Прошу допустить к полетам. И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Вы тоже. Кузнечик в училище был лучшим среди нас. Товарищ командир, ему еще нет 18 лет. Вы знаете, при поступлении в училище он приписал себе один год. Но парень... Ну сколько же ему дежурить? До совершеннолетия. Товарищ командир, на КП вызывают. Наблюдал. Во. Только дорогу старшим надо уступать. В трамвае, пожалуйста, но не в бою. Споемся. Выходит, я к теще на блины летал, а вам липу сунул. Ну не могли же они сквозь землю провалиться эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть. Через час доложу. Разрешите вылет. Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они? Разрешите вылет. И прикажите установить на мессере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало. Ух ты. Держи. Для чего? Эх, жаль, сильно маловато. Жрет много. А у вас? Все наставь. Слушай, маэстро. Что у тебя там за карусель получилось? Учебный бой. Готовлю пополнение. Ну и как? В норме. А кто тебя там гонял? Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает. Ну ясное дело, я же не могу отвернуть. Все-таки герой Советского Союза. КМС. Да и девочки из столовой смотрят. Ну да. Да вообще не в моем характере отворачивать. А этот прет и все. Пришлось свернуть. Ну чтоб дров не наломать. А вообще ребята хорошие, споемся. Вы поторопитесь, мужики. Немцы перебрасывают под Киев наших старых знакомых. Лучших стервятников Геринга. Обрадовал. Зачем они на старт явились? Ну ты эти суеверия брось. Нехорошо. И? Не считается. Во. Не махни на танк, не глядя. Не махни на танк, не глядя. Звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте, замаскированы подкопные, сараи подкопные. Квадрат 19, как понял? Понял, понял, маэстро, понял. Квадрат 19, как понял? Понял, понял. Привет соседям. Ну как у тебя там? Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю. Ребята, я же свой, советский. Ах, значит, свой советский. Да вы хоть форму посмотрите, ребята. Так он еще и форму насыпил. Ах ты, господа бога душу мать. Так он еще и лается по-нашему. Ах ты, царица полень. Кажись, свой. И передайте в полк, что жив-здоров. Очень горячее гостеприимство. Доберусь. Да транспортом обеспечим. Ты садись. Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок. Это чистый. И займы для гостей держим. Фомин, а ну-ка, бросай свою физгармонию. Воды гостю. Есть. Сейчас мы с тобой на дорожку и за содружество родов войск. Содружество. А ты не сердись. Вот один мастер повадился целую неделю медсамбат в крови. Представляете, специально по Красному Кресту бьет свобода. Но ребята решили, что это ты, и погрячились. Малости. Да хорошо, что живой остался. Ну, авиация. За победу. Будем жить, пехота. Мы могем. Не могем, а могем. Хорошо. КОНЕЦ КОНЕЦ Стой, кто идет? Не идет, а едет. Днепр. Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир. Здоров. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул, не глядя. Извини, танка не было. Кто? Смуглянка. Как это было? Отрабатывали слетанность в паре. Вдруг четверка фокеров из-за тучи. Я таких и не видел. Размалеванные, с бубновыми тузами. Батя по радио уходить, а куда? Зажали. Друг смуглянка, прикрой атакую. Ну, пацан. Завертелось. Ему б на вираж уйти, он потянул и... Ну, отчаянный. Ох и парень. Пока взлетали, фокеров нет. А он бурья не догорает. Его вещи. Есенин. Там гимнастерка. И тетя Дуся. Его мама. А как скажут тете Дуся, что он уже... Что его... Лучше уж без вести пропавший. Уже нашего выпуска. А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся... И говорит... Вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу... Яглама. Яглама, Сенча. Да не плачь ты. Ксболя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А как будет по-вашему небо? Осман А земля? Ер А вишня? Ольча Только это не вишня, а яблони Но это все равно Домом пахнет Тополь Дерево моей родины Только они у нас Высокие, пирамидальные А как будет по-вашему дом? Меньше знаю Сева Мат Так длинно? Это по-узбекски Я люблю вас, Маша Девочки Ромео и Маша Ой! Маша Мне пора Да Влетит Если Конечно Только ты иди первой Я не умею оглядываться Ладно И ты не оглядывайся Да Ромео Ну тогда я пошел До свидания До свидания Счастливой дороги До свидания Не будем оглядываться Новаков Поздравляю Не подведу Кожанов Кожанов Отлетался Кожанов Титаренко Поздравляю Хотите что-нибудь сказать? Да нет Не умею Я лучше в бою скажу Тоже верно Ну вот и стала наша партия На 8 человек больше На 6? На 8, Комсорг На 8 Поздравляю вас, коммунисты Ну а вам, капитан Титаренко Сразу же партийное поручение Садитесь, товарищ Садитесь Вы уже встречались С этими Бубновыми асами Геринга Так точно Горят за милую душу Ну, ну, ну Противника недооценивать нельзя Немец Мужчина серьезный Но вот то, что они горят За милую душу Это вот как раз Молодыми надо объяснить На них ведь рассчитана вся эта шумиха С размаленными тузами Драконами Ну и прочей нечистью Расчет на психологию Запугаешь до боя Сразу преимущество Его запугаешь Новичкова у вас в полку много Это да Так твоя Первостепеннейшая задача, капитан Объяснить им все это Ну, подоходчивее На личных примерах Ясно, товарищ майор У меня С Бубновыми свои Счеты имеются Так и писать? День у вас такой, как у нас За что поцелуйте Может многоточие поставим Грубо Дипломатический документ Казацкое послание султану Готово Так, кузнечик Переведи на немецкий Есть Быстро, но постарайся так Чтобы это был добротный Литературный язык Готово Что, вот это все? Остальное переводу не подлежит Кэмпфы мит мир альайн Верн де штарц Вернен вернунцник бешисн Маэстро Не тянь, а то получишь по шею Выходи драться один на один На взлете бить не будем Маэстро Ну вот А целый день писать Стилист Не смешно, но точно После войны редактором будешь А во время войны летчиком Товарищ командир, разрешите летать Потом поговорим Давай второй унт Письмо туда А это пусть они сами переведут Попотеем Командир, летим все эскадрильей? Нет Как, сами полетите? Ведомым со мной пойдет Старший лейтенант Скворцов Есть Есть Серега, вызов приняли Не отрывайся Заходим от солнца Есть Серега, у меня отказало оружие Что будем делать? Имитируй атаку Прикрой атакую Понял, Леша, понял Тоже мне рыцари Поднимай вторую Лешка Мессер на хвосте Леша Держись, Леша Горишь, бубновый Девятый, девятый Оттянись назад Твои в воздухе Понял, батя, понял Уходи, Леша Я их свяжу, Лешке, уходи Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега У тебя же оружие, Лешка В порядке оружие Это я тебе купил Я покажу вам Педагогику Девятый, Лешка, уходи, Лешка Девятый, Лешка, уходи, Лешка Девятый, Лешка, уходи, Лешка, уходи, Лешка Товарищ командир Что с вами? Вы целы? Краску давай Какую краску? Звездочки малевать А, это я сейчас мигом достану Достану Вечно у тебя Свою надо иметь Сколько рисовать? Две? Бегу Две Тут одного пока завалишь Запаришься Я к нему приклеился А он гад вертится, как на сковородке Вдруг меня сзади, как и Еле-еле выкрутился Хочешь жить, умей вертеться Да Причесали мы Бубновых А что? Эта масса меня устраивает А ты что скажешь Чадрага Ромео Я? Да Бой видел Все видел Кресты, 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 кресты Ну а сам-то стрелял А как же Все до последнего патрона Вот только все мимо Мимо Что скажет Джульетта Товарищ командир Женский полк будет базироваться у нас на аэродроме Вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки Перестань пошлить Иди, иди Она тебя уже искала Товарищ командир, разрешите На минутку И в тот же миг Влюбленное создание Включив форсаж Умчалось на свидание Командир Тихо Журавли Да вроде бы рано Уцелели Слушай, Леша Серега Не надо слов Помолчим, командир Мессеры Юнкерцы Воздух Куда, пацан? За мной В лес Куда ты? Узничек, ложись Убьют, пацан Вернись Куда ты? Отвинтар Есть отвинтар Он с ума сошел Взлетел 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 Куйсящик Кемец вален Кто взлетел? Комэск Титаренко Отвинтар Есть отвинтар Ребята Вот это номер Кузнечик завалил Мессер Эх, чертяка Кощай его, ребята Кощай его, ребята Кощай его, ребята Кощай его Земля Короче, пацан Голубь ты мой Спокойно Не надо оваций Дв inquiry Ребята, ребята В наш кузнечик идет Уравняйсь Оравняешься! Мирное оравнение на средину! Между прочим, где мои сто грамм за сбитый? Какой сто грамм, дорогой тебе плачка? Я не пьющий, но дело принципа. Молодец! Спасибо! А сбил? Сбил-то как? Чуваржете, оставьте! Учитесь! Почерп против всех законов физики для взлёта! Не я, выслушайте! Поволчи, начальник штаба, оформляй наградные документы! Не на меня, это на лейтената Кузнеч... Как тебя? Александров сбил! Кузнечик? Вот именно Кузнечик! Разыграй, Кузнечик! Точно, завалил! Ты сбил? Так точно! Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельём распугали всех немцев! Да, молодёжь, ас! Разрешите? 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 Захожу я ему в хвост, снабженцы уже здесь! Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Старый Лисов! Боевым подругам! Как перебазировались! Хорошо! А вот за это можно загреметь на гугу! Старшина на весь полк заготовил берёзовые веники для бани! А они увели! Вы на них не обижайтесь! Пожалуйста! Спасибо! Так вообще, ребята, они ничего! Ну вот, некоторая эстетическая недоразвитость! А скажите, пожалуйста, кто вот эти парни? По-моему, они не с нашего двора! Они даже не с нашей улицы! Это точно! Я, другише! Тише, товарищи! Прошу тишины! Лектор Кузнечик просит ещё две минуты! Наёлся! Нарушит? Выгоним из палатки! Продолжай, Лектор Кузнечик! Давай! Я любви! Да нет, я не шучу, я серьёзно, ребята! Вот, ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает! Созидает только любовь! Только любовь! Любовь! Мы вот с Серёгой от Бреста до Сталинграда топали с любовью! И от Сталинграда сюда до Днепра с любовью! Я по этому маршруту смогу через сто лет без карты летать! Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из поющей! И там ни одна эскадрилья, там дивизия легла! А сколько ещё! Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу, развалинами Рейхстага удовлетворён! И можно хоть домой сады опрыскивать! Командир! Когда вы будете в Берлине автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее! Там уже будут наши подписи! Первая эскадрилья! Да какая разница, браток! Наши, ваши! И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня! Да и по праву! Вот так! Командир, всё приходящее, а музыка вечна! Будем жить! От винта! Слушайте, ну мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского! Будущего солиста Большого театра? Так это запросто! ПЕСНЯ 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 Ти не лякайся, що ниженьки буси І змочеш в холодну росу! Я ж тебе фірная! аж до гатиноньки сам на руках отнесу. Я ж тебе вірдаю, аж до гатиноньки. Серега, прыгай! Прыгай, Серега! Ребята, будем жить! Субтитры создавал DimaTorzok Через 15 минут построение полка, а вы марш! Вано, ну это пацаны, но ты же старик! Виноват, товарищ командир. Виноват. Какой хоть счет? Восемьется два, ползу второй. Хорошо. Товарищ командир, разрешите обратиться по личному вопросу. Давай, Ромео, только быстро. Что у тебя? Хочу жениться, прошу разрешите. Да. Нет, это ты хорошо придумал. Самое главное вовремя. Я знаю, товарищ командир. Вы скажете, война, тебя могут сбить. Могут. Так ведь ее тоже могут сбить. Ее могут. Поэтому прошу разрешить. Ну, Ромео, смотри, чтобы это у вас с Машей было на всю жизнь. Короткую или длинную, но ты планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить? Так ведь сапог в бою надежнее. Так то в бою. На свадьбу позовешь. Рахмадзенаки. Что? Спасибо по-узбекски. Будь ласка. Не понял. Пожалуйста, по-украински. Стой. Встань. Слабак. Мы долго ждали этой минуты. Тысячу дней и ночей ждали. Однополчане, гвардейцы, наши наземные войска выходят на границу Союза Советских Социалистических Республик. Нашему полку поставлена боевая задача. Ну, твой орел, как всю жизнь командовал полком. Теперь у нас весь полк поющим будет. А если вам дивизию и дадут, где балалайк наберемся? Цит, разговорчики в строю. Противник не хочет уступать небо. Наша задача сбросить его оттуда. Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики. Задание ясно? По коням, ребята. А мы... Отставить. Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот это заходит на посадочку Тоже мне, старики называется Ромео, держи машину Ничего не вижу Держи машину, Ромео Спокойно будем садиться Убери газ Убери газ Ничего не вижу Спокойно, Ромео, спокойно сядем Добирай, добирай ручку на себя Внимание, земля Выключи зажигание Молодец, парень Сорвите фонар Доктор Отойдите все Что? Командир Я сел Продолжение следует... Продолжение следует... ПОДПИТИВЛЯЮЩАЯ Субтитры создавал DimaTorzok Макарыч, ты уж там сам как-то, Маше, первый скажи. Да, улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! Командир! Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу... Пусть они сыграют. Нет, ты знаешь, я сам скажу... Извини, маэстро. Да, я. И как в щерем смугленку. От начала и до конца. Музыка Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Я сегодня до зарей стану По широкому пройду полю Что-то с памятью моей стало Все, что было не со мной помню Бьют дождинки По щекам палы Для вселенной Двадцать лет мало Даже не был я знаком с парнем Обещавшим я вернусь, мама А степная трава Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Пахнет горечью Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...